духовность и все аспекты жизни не существует отдельно более того все что есть в жизни включая там работа дети отношения время провождения секс и так далее деньги все что только может быть это все под эгидой духовности если только существует духовность как факультатив да как нечто там иногда воскресенье вечером когда грустный дождь за окном то это естественно игра ментала как я уже говорил в прошлый раз информационное поле и главная формула разделяй и властвуй поэтому мужчина и женщина все время как бы в конфликте это такие как будто два непримиримых лагеря почему вы в первую очередь должны посмотреть на себя глазами партнера вы увлеклись бы такой женщины вам интересно было бы с ней проводить время что вас прельщает обязательно посмотрите на себя глазами партнера что вы готовы действительно этому партнеру дать и вот еще такой интересный нюанс я часто наблюдаю и на консультациях ну и вообще в информационном поле что женщина всеми говорит он должен быть таким 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 он должен защищать он должен не дать он должен держать слово он должен а что должны вы вот поймите принцип резонанса такой если вы не должны то и вам не должны а если должны вы тогда вам должны то есть все очень просто начать как бы говорит я девочка я хочу быть слабой а слабость притягивает силу но не ту силу добрую а силу гиперболизированную то есть преувеличена ты соответственно это будет доминанта поэтому всегда слабую женщину будут давить будет некое насилие не обязательно физическое но будет моральная будет финансовая любить себя это ведь полагаться на себя это довольствоваться собой это чувствовать в себе опору себе самого друга то есть грубо говоря чтобы давать кому-то напиться из колодца надо его наполнить если вы должна сначала быть наполнен собой для себя поэтому возлюбие ближнего как самого себя то есть вы все ближние любите только после того как вы вы разбираетесь самим собой ты что такое вы вы даете себе себя что вы чувствуете когда вы приходите на тот или иной курс на тот или иной мастер-класс да на тот или иной марафон вас у себя становится больше не верьте во всю эту билиберду не верьте в то что кто-то может вам причинить вред кто-то несет вам опасность все это вы сами почему потому что вы соглашаетесь внутри себя с концепцией что есть вы и есть другие есть вы и какая-то вражда есть вы и какая-то сила которая сильнее вашей силы но такого быть не может потому что вы центр реальности одного реальность одного не делится на двух на трех на многих реальность одного всегда вы перемещаетесь всегда с собой где бы в чем бы вы не участвовали вы только есть у себя и вы все что вы будете переживать только через себя поэтому спасение данной реальности когда есть вот эта центрированность когда есть это незыблемость это сила это опора это основа и она всегда с собой смысл не в том что вы должны быть какими-то особыми смысл в том чтобы уметь сказать себе правду не говорите о другим но себе сказать обязаны это ключ исцеления это ваша карта это ваш ориентир это очертание ваших границ вы больше становитесь сенсорными вам не нужны никакие экстрасенсы потому что экстрасенсы в данной реальности это отражение вашей идеи об экстрасенсорике и это все равно будет фальш это все равно будет плацебо вам никто не даст вас самих потому что вы это идете когда к себе когда вы идете куда-то вы идете от себя поэтому моя задача не в том чтобы вы пришли ко мне а что мой вот этот марафон и моя трансляция привести вас к себе чтобы вы больше доверяли чтобы вы больше опирались вы никогда не лишены самих себя вы просто возможно не знакомы с этим состоянием не очень хотите не очень понятно но я хочу сказать даже если не очень понятно вот степень намерения решает все вы можете сказать я не знаю что делать я не знаю как говорить но я просто буду делать я просто буду говорить сам собой Вот я почувствую, что-то у меня срезонировало, что-то у меня щелкнуло, кликнуло. Мое это. И я буду говорить, но не может быть, что бы я обделен был сутью. Что есть что-то, кто-то знает, а я как будто чего-то не знаю, недостойно, не дожил, не доработал. Потому что нет никакой кармы, нет никаких инкарнаций. Нет того, кто может как-то на вас повлиять. Никакой порчи, никакого сглаза. И это все информационное поле. Но если вы разделены, если вы находитесь в двойственности, если вы считаете, что есть такое, есть такое, вот эта двойственность и творит вот эти все вещи, тогда появляется все это. То есть все то, что вы верите, таким образом через двойственность, оно оживляется. И оно действительно становится враждебным и опасным. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok